Я начну хачать с технической вещи. Что там сейчас в нашем Отечестве происходит с Ютубом? Потому что наверняка часть наших слушателей сейчас мучается, но ест кактус, и может этим можно как-то посоветовать, с VPN его есть, или на мобильном телефоне. Да, есть проблемки, и даже во многих случаях проблемы, особенно если смотреть с десктопа. Хотя, могу сказать, я смотрю на десктопе через VPN, все работает прекрасно. Аналогично на мобильном телефоне, если возникает проблема, пользуюсь VPN. Какой VPN я говорить не буду, не могу давать рекомендации, потому что это дело в России уже наказуемо. Поэтому, пожалуйста, полагаю. Да, 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 да. Причем я не помню, там административное наказание, а возможно уже и уголовное. Поэтому, дорогие друзья, вы, пожалуйста, пользуйтесь советами более осведомленных людей, но если вы воспользуетесь этими советами, то вы можете пользоваться YouTube так же, как и прежде. К сожалению, не совсем так же, потому что включать VPN, выключать, это всегда создает проблемы. Это первое. Второе. На самом деле, когда одна из элитных фракций, даже понятно, хорошо какая, приняла решение о том, что надо создать проблемы для функционирования YouTube, ведь речь идет не о том, чтобы его отключить. Отключить они его не могут, рубильник не в России находится. Но могут, как это говорят профессионалы, пессимизировать, замедлить скорость, сделать невыносимый просмотр. Так вот, тем не менее, эта элитная группировка, она очень внимательно следит за общественными настроениями в связи с этой своей акцией, в связи с этой своей политикой. И они видят, что общественное мнение настроено крайне негативно. И хочу сказать, что абсолютно негативно, в подавляющем большинстве негативно, потому что, как мы с вами прекрасно знаем, только 10% информации, контента, Рутюба, точнее не Рутюба, а русской части Ютьюба составляет политическая информация. Не более 10% политическая или гражданские значимые. А все остальное – это образовательная информация, развлекательная. Поэтому люди боятся, что их лишат и развлечения, и возможности получать дополнительное образование. Так вот, если, дорогие друзья, вы будете писать в комментах постоянно, если вы будете, говоря друг с другом, жаловаться на то, что создают проблемы для Ютьюба, а это не политическое высказывание, оно ни в коей мере не политическое, я могу вас уверить, никаких рисков вы несете, не несете, то это совершенно точно повлияет на дальнейшие решения. Совершенно точно повлияет. Если это все-таки не повлияет, хотя мы надеемся, в данном случае глаз народа вовсе не глаз Божий, но тем не менее вы вынуждены учитывать и считаться. Здесь есть определенный риск с точки зрения тех аналитиков, которые обслуживают власть. Потому что для чего надо закрыть Ютьюб? Ну, для того, чтобы избежать определенных проблем. Они считают, что проблемы очень серьезные, надвигаются, они не просто на горизонте, потому что горизонт может постоянно подвигаться, они уже, я бы сказал, в реальной близости. А не превратится ли закрытие Ютьюба в тот фактор, который эти проблемы приблизит? То есть, что менее рискованно? Это стратегия рационального выбора. Вот сейчас мы с вами можем повлиять на этот рациональный выбор. Если этот выбор окажется нерациональным или иррациональным, как часто в отечестве делается, я возвращаюсь к первой части своего высказывания. Да, дорогие друзья, ВПН. Ищите ВПН, обходные пути. Телеграм. Телеграм-канал тоже хотят... Прошу прощения, не Телеграм-канал, а Телеграм-канал хотели бы заблокировать. Ну, значит, логика такая. После Ютьюба в WhatsApp, как мессенджер, его хотят так или иначе прищечить, голубая мечта – это справиться с Телеграмом. Ну, просто есть крайне неудачный опыт общения с ним и попытки заблокировать. Поэтому его пока оставляют не то что на сладкое, они могут решить, как поступать. Тем не менее, если, значит, с Ютьюбом проблемы, можно попытаться размещать эту информацию. В частности, я планирую там свои видеоролики размещать в Телеграм-каналах. В своем Телеграм-канале и тех, которые... Тех каналах, которые мне близки. Назову это так. Приходится об этом думать. Уже сейчас, да. Юлия? Смотрите, я тоже хочу заступиться за Ютьюбчик. Это замечательный совет – писать, писать и еще раз писать. Вот ваши комменты... Не говорить. И говорить. Не говорить будем. Потому что, действительно, ну вот с точки зрения... Сейчас откинем всю политику. То есть надо понимать, что Ютьюб – это доступ к принципиально другому уровню информации, когда человек, ну просто, грубо говоря, вот на Западе сидит человек и учится, как обращаться с какой-то машинкой. Просто посмотрел ролик в Ютьюбе и понял, как обращаться с этим видом техники. А получается, россиянин окажется буквально в каменном веке, когда он должен разворачивать бумажную инструкцию и смотреть. Эта пимпочка втыкается в эту пимпочку. И просто вот это, ну реально другой уровень информации. Но у меня вопрос. А что такое надвигается, что три года назад не надвигалось? Ну, если очень кратко, если очень кратко, то это две проблемы, а может быть даже три. Значит, первая проблема – это социально-экономическая. Вопреки всем победным реляциям российской пропаганды, ситуация в экономике, реальной экономике ухудшается. Власть отдает себе в этом отчет. Это понятно по некоторым заявлениям, не столько на Биурина, сколько и заместителей. Эти заявления, ну не хочу сказать, что панические, но они крайне тревожные. И считается, что в пределах, скажем, шести месяцев возможны более чем серьезные проблемы в социально-экономической сфере. Более чем серьезные. Ну как борются с проблемами? Можно попытаться, так сказать, корни проблем выкорчевать, а можно попытаться затушевать эти проблемы. Я тебя, гад, попереключаю, вот тебе никакого YouTube не будет, а будут тебе Routube, будут тебе первые и вторые каналы. Ну, то есть исключить средства относительно, не средства, а пространства конкуренции мнений относительно независимого или вообще независимого информирования. WhatsApp опасен, считается, в том, что это средство, возможное средство мобилизации, быстрой мобилизации. Значит, так, первая причина – социально-экономическая. Вторая причина – она более интересная, она более интригующая, хотя, с моей точки зрения, менее реальна. Дело в том, что власть серьезно размышляет о том, что, возможно, в конце осени этого года удастся выйти на мирный трек с Украиной, и она боится реакции ультрапатриотов. Я уверен, что эти опасения преувеличены. Но власть исходит в данном случае из того, как она видит ситуацию. Здесь работает в полном смысле слова теорема Томаса, что если люди воспринимают ситуацию как действительные, то эти ситуации действительны по своим последствиям. Если они считают, что угроза условно-ултрапатриотического восстания или недовольства, перерастающего в активные действия, существует, то они будут предотвращать. И, кстати, в пользу этого предположения говорит еще и то, что готовится посадка, если не приструнивание через посадки, показательные ряда ультрапатриотов. Ну, те, кто вышел, как считается, за определенные рамки. В принципе, вопрос рассматривается сейчас и ждут отмашки Николая Платоныча Патрушева. Не пора ли начать расправляться? Что, мол, Стрелков был первой ласточкой, ну, далеко не единственной. Тем паче, что сейчас тюремные камеры освободились, да, после большого обмена. И ведь не поменяют. Да, никто не скажет, что российская власть пристрастна, что она третирует только либералов. Отнюдь, отнюдь. Она также охотно будет третировать и тех, кто считает себя, ну, точнее, кто правее, кто более реалисты, чем король, и кто более ортодоксальные католики, чем сам Папа Римский или там православный, чем сам патриарх. Это вторая причина. И третья причина. Ожидают на самом деле не столько политических, точнее, не столько социального возмущения, его потенциально опасается, сколько ожидают серьезных политических конфликтов в элитном поле. И вот для того, чтобы об этих конфликтах было поменьше известно, для того, чтобы, допустим, конфликтующие группировки не смогли адресоваться к общественному мнению, потому что у какой-то из них такой соблазн может возникнуть. Для этого надо тоже пессимизировать YouTube. Вот, Юля, две-три причины. Первые две, наверное, важнее. Третья, может быть, менее важна, но она реально присутствует тоже в размышлениях, которые и привели к тому, что власть задумалась о такой политике. То есть в ожидании проблем они превентивно пытаются избавиться от возможности общества не просто влиять, а даже быть информированным. То есть если вы не знаете о проблемах, если для вас создают эту самую пресловутую спираль молчания, закручивает ее, то, наверное, гораздо меньше шансов, что вы в чем-то будете участвовать. Логика в этом есть, конечно. А каких же там ультрапатриотов собираются арестовывать? Вот Стрелкова арестовали, все так тихо. Я, кстати, знаете, даже ему посочувствовала. Мало того, что никто его не вносил в списки для обмена. А вот представьте себе, его внесли бы в список для обмена, и он поехал бы прямиком в ГАГу. Вот человек. И что там, что там. Вы знаете, я не знаю, как бы себя Игорь Иванович повел в ГАГе, но если бы он рассказал правду, те обвинения, которые ему были бы предъявлены в связи с гибелью Бонгем Мэча 17, были бы сняты. Нет, одну секунду. Исполнителем он частью механизма... Нет, он не был исполнителем. Он не был исполнителем. А можно поподробнее? Вердикт, который был вынесен, является ошибочным. По крайней мере, в отношении Игоря Стрелкова у вас у Геркина совершенно точно. Я бы хотела уточнить, потому что те перехваты, которые мы видели, понятно, что там в этих перехватах отсутствовали то, что я слушала и то, что было публично. Понятно, обращал на себя внимание, что там отсутствовали, собственно, разговоры расчета. То есть было понятно, что это расчет российский, это расчет с солдатами российскими, офицерами российскими, с одной стороны, и они действительно не разговаривают с этими людьми. Но с другой стороны, было видно, что, да, подчиненные Геркина, и в том числе он сам, отвечают за транспортировку Бука. Они просто это обсуждают. Они отвечали за транспортировку, они не отвечали за принятие решений. Как вы понимаете, ответственность несут те люди, которые принимали решение. К принятию решения Игорь Геркин-Стрелков никакого отношения не имел. Это не отменяет того, что он принимал другие решения, совершал другие действия, которые являются, безусловно, военными преступлениями. Ни у кого в этом не должно быть сомнений. У самого, собственно говоря, героя в кавучках сомнений этих нет. Но что касается гибели МХ-17, там была другая подоплека. И Стрелков действительно за это не несет ответственности. За другое, более важное, он несет ответственность. Не за это. Это станет известно, Юлия. Придет время, это станет известно. Правда, я боюсь, об этом будут написаны уже скорее мемуары. Я думаю, что эта часть из международных расследований выпадет. Потому что никто не хочет признавать свои ошибки, тем более ошибки судебные. Обратите внимание, господа, что у нас на канале есть два больших видеорасследования про МХ-17. С одной и второй. С одного сняли монетизацию, мы специально сделали второе так, чтобы его лучше раздавали. Не потому что нам было там обидно за копейку, а потому что видео без монетизации, с монетизацией немножко по-разному раздается. Так что смотрите, не пожалейте. Вы не продолжите свою мысль? То есть вы не скажете, в чем виноват Стрелков? Нет, конечно, не скажу. Это было очень важно. Я не могу. Вкратце сказать, это было одно из ключевых политических событий, которое имело огромные последствия. Но дело в том, что эти последствия в том числе были спрогнозированы теми людьми, которые принимали решения касательно этой истории. И, естественно, никто в здравом уме и твердой памяти не собирался сбивать МХ-17. Это никому в голову не приходило. Последний вопрос. Извините, мы так все затягиваем. Вопрос про обмен. Ну, уж мы должны добить эту группу вопросов, потому что, когда вы сказали, что фракции различные боролись в Кремле за ограничения и неограничения Ютуба, правильно я понимаю, что та фракция, которая из своего добилась, она, во-первых, долго шла к этому и долго боролась против других, и она не обязательно победит в конце. Что это за фракция? Она не обязательно победит в конце. Не обязательно победит в конце. Ну, надо же понимать, что должен быть какой-то размен. Если одни добиваются обмена беспрецедентного по своим масштабам, то другие что-то должны получить. Понимаете? Это все-таки некий компромисс. Другое дело, что они получают. То есть вы хотите сказать, что мы Ютубом заплатили за свободу Яшина и Кармурзу? Да 33 Ютуба отдали! Нет, я не хочу этого сказать. Я хочу сказать, что довольно сложно одерживать победы, когда вы воюете сразу, одновременно на всех фронтах. Тогда вы не будете говорить, кто это фракция. Какая? Которая защищает Ютуб? И которая против. Юля, помилуйте, помилуйте. Я много раз говорил о том, что сейчас составляет стержень политического противостояния в России. Какие элитные группировки, точнее элитные коалиции существуют. Ну, зачем повторяться? Есть две. Одна условно-силовая. Давайте. Одна условно-чекистская, ну, или назовем ее силовая. Вторая условно-технократическая. Хотя в ней тоже хватает выходцев из специальных ведомств. Так это и выглядит. И это есть стержень того, что сейчас происходит в России. Это за очень многим стоит. За очень многим. Даже за историей с Вайлдберрес это стоит. Даже за ней. Это сейчас главное противостояние в России. Историю с Вайлдберрес мы обязательно оставим на закуску, потому что, ну, как же есть, я выйду, как не на закуску. А сейчас все-таки самое главное, что произошло, это вот этот вот грандиозный обмен. Ну, абсолютно как обмены времен холодной войны, вернее, скорее, времен разрадки. А что вы скажете, что можно говорить, потому что я сразу уже, я отсылаю даже на слушателей нашу коду доступа, мне все можно говорить, потому что многие участники обмена надеются, что это будет продолжаться. И, конечно, те людей, которые неформально в нем участвовали, наверное, лучше не светить, потому что тут либо светить, либо продолжать работу. Да, Юля, ну, давайте мы начнем с того, что поздравим тех людей, которые оказались на свободе. Это действительно счастье для них самих, для их родных и близких. И для нас. Мы искренне, для нас, конечно, мы искренне рады за них. Мы искренне рады. Это первое. Второе, не менее важно, чем первое, есть надежда, действительно, есть надежда, что эта практика будет продолжаться. Такая надежда есть. Поэтому третье, надо поблагодарить тех людей, я могу сказать так, очень достойных, но очень скромных людей, которые останутся анонимными, которые не просто приложили руку к этому, не просто организовали, а преодолели колоссальное сопротивление для того, чтобы этот обмен состоялся. Потому что беспрецедентный обмен потребовал, я могу сказать так, беспрецедентных усилий. И эти люди смогли добиться. Смогли. Честь им и хвала. Каких бы взглядов они при этом не были, и какими бы мотивами они сами при этом не руководствовались. Но я бы сказал, что милосердие действительно стучит иногда в сердца. В данном случае, я знаю, очень хорошо знаю, что один из главных мотивов был милосердие. И в данном случае очень важную службу обмену сослужило убийство Алексея Навального. После этого вот эти вот шестеренки, они закрутились. Потому что те люди, которые в этом участвовали, хотели не допустить других убийств. И хотели спасти этих людей. И, наконец, наверное, последнее, но последнее и как раз самое важное. Дело в том, что это не просто шаг. Вот сейчас популярна точка мнения, но это не более, чем институционализация новой холодной войны. Вот были такие практики, вот вы сами упомянули, хотя, правда, действительно очень ценно вы дополнили потом, что скорее во время разрядки уже происходили такие обмены. Так вот, я могу сказать, что это движение в прямо противоположном направлении на самом деле. Что это первый, очень робкий шажок. Не шаг-шажок, полушажок. Хорошо, движение хотя бы на несколько сантиметров в сторону от холодной войны. Очень важно это понимать. Потому что те люди, которые этого добились, на самом деле придерживаются совершенно... Что, Юля, извините? От горячей, точнее. Она у нас сейчас вовсе не холодная. Нет, от горячей войны мы все-таки довольно отдалены, вам скажу так. Не стоит принимать риторику за действительную политику. Я имею в виду войну в горячей. Вот это шаг в сторону от как раз холодной войны. И это на самом деле конкуренция стратегии. Вот это намек на то, что в России конкурируют разные стратегии. Если одна стратегия, это условно продолжение путинизма без Путина и после Путина, и закручивание гаек, и создание цифрового концлагеря в полном смысле этого слова уже без преувеличения. Ну, если, конечно, хватит технических и усилий программного обеспечения на цифровой концлагере. Ну, тогда можно и натуральный. И вторая стратегия, которая связана с теми людьми, с теми группировками, которые хотели бы все-таки вырвать Россию из того чудовищного регресса, в направлении которого она движется, уже зашла слишком далеко. Хотя бы остановить. Возможно, хотя бы притормозить и начать откатываться вспять. Я бы сказал, на правильную сторону истории, или, если хотите, в правильном историческом направлении. Вот это подоплека настоящая того, что случилось. И в этом смысле, символически, да, это очень важное обстоятельство. Чрезвычайно важно. Оно знаменует, это, в смысле, то, что есть другие люди, есть другие группировки. Они способны добиться кое-чего, и они действуют. Но основная борьба впереди. Потому что никто в прошлое никогда не уходит само по себе. Нет. Оно будет вести ожесточенные бои. И, в частности, вот то, что мы обсуждали с вами вначале, YouTube, судьба YouTube, а это арена ожесточенной схватки. Сейчас будет. Но в которой мы можем принять участие, еще раз повторю, высказывая свое мнение, которое в данном случае никак не преследуется. Говорите, что нет. Потому что, когда принимаются решения, опираются на опросы Федеральной службы охраны. Первые опросы, которые были, показали негативное отношение подавляющее большинство общества к этой идее. Чем сильнее будут негативные отношения, тем определённее будет вердикт аналитических служб. Именно поэтому, собственно, как я понимаю, YouTube не запрещают, а замедляют, чтобы в любой момент отыграть обратно и сказать, а что ничего не было, вот это была какая-то техническая проблема, но вот они поставили новую какую-то вышку и всё наладили. Да. Ну, виноват же сам Google, вы же понимаете. Я не виноват, он сам пришёл. Виноват сам Google, который вот из-за желания показать фигу российской власти, российскому государству не хочет с ними сотрудничать. Ну, понятно, что это всё выдумки, абсолютные фантазмы, но тем не менее, таков пока стержень пропаганды. Возвращаясь к обмену, правильно ли я понимаю, что в том числе эти люди, которые участвовали в обмене, в соорганизации обмена, это те люди, которые ведут сейчас, как я понимаю, гигантское количество переговоров о прекращении огня и там, и там, и там, и просто гигантское количество людей бегает. Да, это одни, зачастую это одни и те же люди. Не всегда, но зачастую, потому что это считается, считается, что это разные треки. Вот есть переговорный трек по поводу, скажем, в данном случае, можно сказать, заложников, заложников и военнопленных. Но эти треки пересекаются. И заинтересованы в реализации, заинтересованы в реализации обмена с российской стороны были те же самые силы, во многом и даже в первую очередь, которые хотели бы изменения, решительного изменения, моду соотношений с Западом, и изменения российской внутренней политики, и решения вопросов войны и мира. Как сейчас выглядят все-таки все эти мирные переговоры, и как они связаны с американскими выборами? Вы знаете, Юля, в той части, в которой они идут, они идут в закрытом виде, естественно, и мы узнаем только тогда, когда будут какие-то результаты, или будут наоборот, как это было, там, скажем, дважды уже за последние полгода, когда будут объявлены об отсутствии результатов. Я не знаю, как они идут. Я знаю, что, ну, судя по как раз молчанию, я догадываюсь, что что-то происходит. Что-то происходит. Как обычно, всегда несколько посредников, кстати, Роман Абрамович, ну, то, что можно сказать, это действительно один из посредников. Он используется. Но не только он, есть и другие посредники. Как это связано с американскими выборами? Ну, мне кажется, это довольно очевидная вещь, что это связано уже напрямую. Потому что буквально по синейке, что, значит, там, те, кто идет на встречу, есть люди, которые идут на встречу судьбе, есть те, кого судьба тащит за собой. Вот если вы понимаете, даете отсчет себе в том, что американская политика по отношению к Украине, может измениться, и, наверное, измениться. Правда, никто не знает, как. Никто не знает, как. Почему бы не подготовиться к изменению этой политики? Потому что никто не знает, обернется чем и для кого. К худу для Украины, к добру для России, или ровно наоборот, к худу для Кремля, а к добру для Украины. Никто не знает этого. Но лучше готовиться к любому варианту. И те публичные заявления, которые в последнее время с нарастающей частотой делают украинские политики, включая украинского президента. Но обратите внимание, в интервью Лемонт, по-моему, он сказал, что, ну да, вот сложный вопрос, очень болезненный, потери части территории, его надо решать через референдум. Надо решать через референдум. То есть есть обсуждение или понимание того, что придется принимать непростые решения и украинской стороне, и российской. Это второе. Потому что первое, это еще не исчерпаны попытки военного решения. Еще они не исчерпаны. И даже если ни одна из сторон уже не надеется на стратегический перелом в свою пользу, ну, российская сторона... Кремль не надеется? А? Кремль не надеется? Нет, не надеется. Сейчас идет борьба за то, чтобы улучшить сделочную позицию для мирных переговоров. Вот Россия там выгрызает какие-то квадратные... Нет, не сантиметры, все-таки квадратные километры она выгрызает сейчас. Украина, в свою очередь, надеется, что... Я не знаю, сыграет ли какую-то важную, поистине стратегическую роль самолета F-16, которую она вот наконец-то уже получила, в этом сказано официально. Может быть, они сыграют важную морально-психологическую роль. Может быть, поступит еще какое-то выражение, и она надеется, что на рубеже лета, осенью, в начале осени, возможно, ей удастся улучшить собственную сделочную позицию. О стратегическом переломе речь уже не идет. Но еще обе стороны готовят свои предложения. Российские предложения, в общем, более или менее известны. Теперь дело за тем, чтобы украинская сторона во время этих консультаций предложила собственные идеи. Собственные. Но не в духе, что вернемся к границам 91-го года. Могу сказать, что даже на Западе никто не воспринимает этот лозунг вполне объяснимый, прекрасно объяснимый и с морально-психологической точки зрения, с политической, как реалистичный. Вот есть надежда. Я могу вам сослаться на своих, в данном случае, добрых, знакомых, весьма хорошо осведомленных и очень скромных, что есть надежда, что они очень осторожны, что в ноябре мы можем встать уже на путь мирных консультаций. Это не означает, что прекратятся военные действия. Я хочу подчеркнуть. Это не означает, само по себе начало мирных консультаций не означает, к сожалению, прекращение военных действий. Но надежда такая на начало мирных консультаций уже есть в ноябре. Субтитры сделал DimaTorzok